Пандемия коронавируса. Самая актуальная на 9 апреля 2020 года. По данным Всемирной организации здравоохранения количество выявленных за сутки заражений коронавирусом в России составило 10 131 человек в 50 регионах страны. Общее количество выздоровевших россиян 698 человек. Умерли от коронавируса 76 человек. А это на 13 человек больше, чем за прошлые сутки. Лайнеры, которые вывозят россиян из-за границы, не добирают пассажиров и летают налегке из-за нового алгоритма, который был утвержден оперативным штабом правительства по борьбе с коронавирусом. На один борт сажают жителей одного города или региона. Смешанные рейсы осуществлять запрещается из-за опасности распространения вируса. Только за первую неделю самоизоляции траты россиян на туризм, ювелирные изделия, салоны красоты и некоторые другие категории упали почти до нуля, подсчитал Сбербанк. Если потребление не восстановится до конца нерабочего месяца, то ВВП России может лишиться почти 1 триллион рублей. Ситуация в других странах. Всего в мире от коронавируса умерли, по данным Университета Джонса Хопкинса, 83 538 человек. Больше всего летальных исходов зафиксировано в Италии, 17 669. По данным ВОЗ, в мире от вируса скончались более 88 тысяч человек, 6695 за сутки. Ученые нашли подавляющий коронавирус за 48 часов препарат. Речь идет об одобренном Всемирной организации здравоохранения антипаразитном препарате и вермектине. Исследование провели ученые из Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне. В США за сутки скончались почти 2000 заразившихся COVID-19. Этот показатель стал наивысшим с момента начала эпидемии в стране. Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении законопроект об административных штрафах за нарушение карантина и распространение фейковых новостей об эпидемии. Поправки, предусматривающие ответственность за нарушение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических правил, совершенные в период режима ЧАЭС или при возникновении угрозы распространения заболевания, внесены в КААП. Как сообщает пресс-служба Нижней Палаты Парламента, за нарушение карантина штраф для граждан составит от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц, а также тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без юрлица, наказание предусмотрено в размере от 50 до 150 тысяч рублей, последним может также грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юридических лиц штраф составит от 200 до 500 тысяч рублей. В том случае, если нарушение повлекло за собой причинение вреда здоровью или смерть человека, штрафы увеличиваются. Для граждан — от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, также возможна дисквалификация от 1 года до 3 лет. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юрлица предусмотрен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, за распространение в интернете или СМИ фейковых новостей об эпидемии юридические лица заплатят от 1,5 до 3 миллионов рублей. В том случае, если публикация фейка привела к смерти человека или массовым нарушениям общественного порядка, то штрафы составят уже от 3 до 5 миллионов рублей. Также предусмотрены наказания за нарушения, которые мешают функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. Для граждан — от 300 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — от 600 до 900 тысяч рублей, для юридических лиц — от 5 до 10 миллионов рублей. Продолжение следует...